привет друзья меня зовут лошкарев андрей это проект все по моему настройки я продолжаю снимать строительство дома и сип панелей и сегодня у нас давно я здесь не был в общем времени прошло много я у ребят спросил сколько они дней здесь работают они мне сказали что они работают здесь седьмой день сейчас вот сегодня у нас седьмой рабочий день у них были там перерывы там еще какие-то обстоятельства чем у нас сейчас седьмой рабочий день и получается что был шестидесятый день вот прошлые съемки когда делался камин труба вот а это уже получается дальше ребята делают наружную отделку седьмой рабочий день тогда у нас получается сегодня шестьдесят седьмой рабочий день настройки дома и сип панелей ну друзья изменения вы увидели скажу те кто не внимательны значит доделали трубу а я ее поближе покажу видите она с толпаком и обшита цсп вот этот цсп еще каким-нибудь камнем обложат но пока и так тоже симпатично а сделали навес вот с крышей уже совсем мягкую черепицу прибили то есть от навес готов и ребята делают навес надо крыльцом с другой стороны тоже покажу плюс они сделали одну стену обрешетку под сайдинг здесь наружная отделка будет виниловый сайдинг он находится внутри дома я вам покажу что там за сайдинг какая марка короче сделаю бесплатную рекламу этой компании вот в принципе все вы скажете но целую неделю семь дней делать навес и маленькие одну стену сайдингом да это обрешетку только они сделали на самом деле здесь фактор главный который задерживает работу это холод у нас наступила наконец-то питере зима у нас уже достаточно давно держится температура от 15 до 20 градусов вот и сами понимаете в минус там 17 18 20 градусов на улице поработать с деревяшкой да вот с мелкими этими деталями одно дело срубы рубить да там ты работаешь бензопилой или топором а другое дело ты обрешетку делаешь до мелочевка это вся короче ребята на морозе работают достаточно медленно поэтому у нас сегодня то есть у них 7 рабочий день и вот за 7 дней сейчас у нас обед ну смысле в середина дня и вот они на седьмой день сейчас сделали один навес почти под ключ до один навес почти сделали одну стену они вот а еще время ушло на леса то есть строительные леса они делали вот друзья значит пойдемте в деталях это все дело рассмотрим что да как итак первое это труба как видите наверное хорошо или плохо вам видно значит нижняя часть трубы между 1 2 крыши зашито железом у нас этим зеленоватым железом в цвет вот от планок крыши вот и сделан зеленый колпак металлических а верхняя часть она у нас обшита csp это серая штука это csp все потом на csp наклеится какой-нибудь камень либо какая-то другая отделка все у нас как бы с трубой все уже почти за финале на это такой готовый рабочий в ряд следующий новый элемент но не новый элемент да это новый элемент это у нас навес не знаю веранда крыша короче друзья как сделано сделано очень просто видите у нас брус до вертикально стоит ребята прибили вот брус к обвязки чтобы на него сделать опору здесь вот пустили по верху брус то есть вот так вот прикрепились мы к дому ну и все окинули стропила и получился у нас навес вот стропила сделаны двойные ну как-то с очень большим запасом прочности ну ладно принципе выглядит как-то красиво аккуратно вот навес наверно не будет утепляться смысла нету то есть таком виде его обошьют чем-нибудь какой-нибудь вагонки или деревяшкой и получится у нас симпатичный навес вот крыша на нем такая же кровля такая же на нем как и на основной крыше мягкая черепица сделаны у нас под водосточку крючки вот здесь у нас закреплено просто все как видите на уголках и к стене дома притянуты они такими помните огромными саморезами которыми там сам дом даже собирался вот а кстати здесь у ребят был а вот кстати этот брус тоже эти большими саморезами притянут дал ни на что не опирается он у нас только прикручен к обвязочному брусу висит вот у ребят было чп видите разбили они дверь точнее стеклопакет в двери у них здесь упал и упали козлы на которых они работали короче как они мне сказали они попали на 2100 рублей будут менять стекло отошел подальше чтобы показать вам этот навес эту крышу целиком как видите к стенам дома сделано примыкание вот чтобы вода не затекала сверху над этом под этим примыканием вот зеленые видите зеленые такие вот завели зеленый материал на стену приклеили его вот а когда сайдинг пойдет по стене он закроет этот материал вот и вода будет стекать по сайдингу и на крышу и никаких протечек в углах у нас не будет так я обошел дом с другой стороны и вот над входом делается навес пока сделала только обрешетка то есть а деревянная часть вот ребята сейчас здесь сделают леса чтобы заниматься и сайдингом и чтобы сделать мягкую черепицу над крыльцом и вот что у нас еще сделано ребята сделали на одной стене полностью обрешетку под сайдинг под монтаж сайдинга сейчас я подойду поближе покажу вам в деталях как они это сделали и так по порядку значит на стену монтируется вот эта белая пленка это ветрозащита и прям на уэсби без всяких там дополнительных брусков сразу на уэсби монтируется бьется степлером сейчас я вам покажу он видите скрепки степлером бьется ветрозащита и крутятся бруски крутятся обычными саморезами вот бруски бруски это обрешетка под сайдинг вот здесь ребята уже начали монтировать элементы сайдинга элементы отделки окна видите это планка по моему называется джирейка внизу они установили отлив это металлическая планка вот цветная металлическая планка она делается из того же металла что и для что и металла черепица вот сюда придет у нас вот так вот панель сайдинга да если дождь будет у нас идти по стене вода будет течь она сюда попадет и без проблем у нас стечет вот а под этот под эту планку у нас будет уже отделка цоколя совсем другими панелями то есть они сделали чуть-чуть повыше чтобы можно было сделать обрешетку для цоколя было за что зацепиться поэтому корни вот эта планка этот отлив он у нас чуть чуть выше чем чем заканчивается стена дома вот крепится обычными клопами вот по нитке ровно вот и все друзья вот и вся обрешетка с каким вы шагом и делали 40 40 сантиметров шаг между брусками вот угол делается доской широкой потому что здесь у нас будет крепление планки угловой планки пластиковой то есть и должна быть возможность ее закрепить плюс у нас сам садин подойдет тоже должна быть возможность эту панель закрепить поэтому здесь у нас такой широкий брусок вот доска она делается у нас с двух сторон все друзья вот так делается обрешетка подсадит на сип дом прям qsb монтируется ветрозащита и ветрозащита придавливается брусками все других изменений у нас нету внешних то есть сделан навес один целиком один навес недоделан а вот сделана одна стена на одну стену обрешетка и ребята сейчас занимаются возведением лесов вот на этот на эту стену чтобы заняться чтобы продолжать обрешетку по всей стене и закончить крышу пойдемте внутрь я вам покажу какой сайдинг здесь будет не знаю друзья как вы живете там где-то на другом конце света при минус 35 при минус 45 градусов кто-то при минус 50 живет и ничего страшного у нас питере минус 22 сейчас я уже это говорил по моему но блин холодно нереально вот я замерз бегая вокруг дома забежал сюда погрелся у камина и спустя минут на 15 могу только с вами сейчас нормально разговаривать они стучают зубами и так цель моего визита сюда сайдинг он здесь у нас лежит в тепле и в сохранности чтоб его не уперли но я скажу несколько слов про камин вот он у нас функционирует вот вот в таком вот виде это все дело выглядит тут какими-то дощечками дровиняшками все это дело топится вот здесь конкретно в этой комнате от камина у нас вот такая температура минус 5 плюс 15 в других комнатах чуть похолоднее вот я сейчас вот сюда захожу и чувствую что ну чуть похолоднее может быть сейчас градусник сюда положу и темпер а у окна есть градусник короче друзья градусник лежит вот здесь в воде тут конденсата очень много и показывает он у нас плюс 5 вот я сейчас его не знаю там не на окно а положу куда-нибудь так чтобы его не зацепили вот сюда наверно саморезы положу вот пока тут может быть минут за 10 за 15 он очухается покажет какая температура у нас в этой комнате значит у нас сюда выведена тепло от печки помните мы я говорил что тут будет там 160 200 градусов нет тут не 160 не 200 не могу сказать какая температура вот сейчас но я дотрагиваюсь наверно градусов 70 80 вот сейчас а да здесь примерно 75 градусов почему я же сюда приезжал на тепловизионное обследование сейчас вот друзья мы же делали здесь тепловизионное обследование вот дома видите тепловизором его просвечивали я был на этом мероприятии сожалению кроме вот этих бумажек и фотографий ничего нету я мне не удалось их снять потому что ну вот это событие потому что это было ночью было очень темно и снимать было особо нечего я обязательно этот отчет как-то обработаю выложу и расскажу про результаты этого обследования в частности вот как это вот например окно да и вот здесь у нас показывается очаг холода до что пеной пор плохо утеплено вот ну и так далее тут разобрана разобраны все косяки я вам об этом потом расскажу короче когда этот чувак с тепловизором здесь был мы тепловизором навелись на решетку и вот на эту решетку вот на эту решетку он навелся и показала что не воздух он воздух не может мерить какой температуры показала что вот эта железка вот эта железка она имеет температуру 75 градусов вот печка работала в том режиме в котором сейчас работает там дрова в таком вело текущем горение то есть там ничего там не полыхает сильно там затворки все не открыты вот 75 градусов отсюда идет тепло вернемся к сайдингу сайдинг у нас вот такого цвета такой светло коричневый ну короче вот такого он цвета канадский сайдинг марки миттен вот у них есть по моему три вида сайдинга там подешевле подороже и супер дорого я не помню какой это по моему средней ценовой категории это точно не самый дорогой но и не самый дешевый вот вот такой у него цвет sandalwood этот цвет марки миттен вот вот такого цвета так и цоколь цоколь будет отделываться вот уже привезены коробки привезены коробки вот цоколь будет отделываться вот таким вот из как бы имитации камня это пластик тоже вот видите но только пластик здесь не такой как в сайдинге здесь очень толстый блин солнце ответ от свечи здесь толстый толстый пластик я думаю что в каждом магазине строительном таком базе на любой строительной базе продается некое подобие вот этих панелей они по-разному называются вот их очень много есть те которые много денег в рекламу вкладывают они очень дорогие известные есть те которые вообще денег в рекламу не вкладывают они никому не известны по другой цене чем и дешевые если дорогие но ведь выглядят они все одинаково вот здесь не могу сказать вам как эта марка называется ну наверно вокс короче вот так выглядят упаковки от этого цоколя этот цокольный камень сколько стоит сайдинг я вам не могу сказать вот зайдите у себя там не знаю в магазин или в интернет магазины посмотрите но не сильно дорого вообще с сайдингом с ценой сайдинга такая история я вообще не могу понять как можно называть сайдинг там дорогим дешевым или вообще выбирать между там совсем дешевым либо совсем дорогим потому что но смотрите сайдинг он стоит где-то от 100 рублей до за квадратный метод это наверно самый дешевый сайдинг и стоит наверно рублей до 200 это вот такой ну до 200 да и потом есть какой-то вообще нереально дорогой сайдинг рублей за 400 за 500 там за 600 это уже какая-то очень дорогая штука какая-то пошла не знаю с чего но в основном весь один который у нас продается он где-то от 100 рублей до 200 вот разница в цене вроде как два раза но в деньгах большой разницы нету в деньгах именно в деньгах вот в этом доме примерно вот я спрашивал у владельцев они мне сказали здесь примерно 190 метров там 192 метра да ну пусть даже 200 метров сайдинга то есть заплатить 20 тысяч за сайдинг да если по 100 рублей его покупать либо заплатить 40 тысяч за сайдинг до разница в 20 тысяч рублей но друзья мои разница между 100 рублевым сайдингом и 200 рублевым сайдингом не в два раза а наверное раза в 200 потому что сам пластик там совершенно другой плюс там совершенно другой рисунок замка рисунок самой панели в общем сайдинг за 200 рублей он более продуманный он более крепкий он сделан совершенно из другого пластика Он сделан из специального пластика для сайдинга То есть компании, которые делают сайдинг за 200 рублей Они думают о своем бизнесе Они его развивают, они беспокоятся о качестве и так далее Люди, которые занимаются дешевым сайдингом Им вообще пофигу Они берут самый дешевый материал Самую дешевую краску Самые дешевые компоненты Мешают это в тонюсенький какой-нибудь пластик О замках, о каких-то ноу-хау О том, чтобы это держалось Чтобы на морозе это не скручивало На жаре, чтобы это наоборот не разбухало Они об этом не думают Потому что они занимаются дешевым сайдингом Им наплевать на это все Их клиент о красоте не думает Потому что они всегда могут сказать А что вы хотели за 100 рублей Поэтому там принципиально другой продукт За 100 рублей А за 200 рублей сайдинг он гораздо качественнее Поэтому я, например, призываю вас Не покупайте дешевый сайдинг То есть эти 20 тысяч рублей Они у вас здесь, я не знаю В масштабах дома 160 квадратов Это вообще не сумма Тут вон камин Камин 200 тысяч 300 с отделкой Представляете, только камин А это внешний вид дома Внешний вид дома И у вас потом это все поотваливается Если вы дешевым сайдингом зашьете Поотваливается еще что-то Нафиг это нужно Потратьте Даже вот купите сайдинг за 300 За 400 рублей Он вот реально Непропорционально цене лучше Если вы заплатите за сайдинг в 2 раза дороже Вы получите сайдинг в миллион раз лучше Вот такого, например, в окнах Или в каких-то других материалах Крайне редко случается Такая, ну такая штука Что там, я не знаю USB, которая стоит в 2 раза дороже Оно может быть лучше на 10% Даже не в 2 раза Поэтому тут уже задумывается Стоит платить двойную цену или нет В сайдинге не экономьте Эта экономия копеечная Но внешний вид дома у вас будет совершенно другой И этот внешний вид сохранится у вас достаточно долго Вот, вот этот миттен сайдинг Я сам с ним работал Он такой середнячок Крепкий середнячок То есть это минимальная планка И по цене, и по качеству С которой вообще следует стартовать Ну и делать сайдинг себе Дешевле, чем миттен Да, по качеству, по уровню и по цене Даже не рассматривайте сайдинг Вот, это фигня какая-то Вот, там и красители другие Ну ладно, что-то я много про сайдинг говорю Короче, сайдинг миттен классный Ищите его у своих там поставщиков Да, это не реклама Мне за нее никто пока не платит Ну ладно Я просто с ним сам работал Знаю, что это хороший качественный сайдинг И дешевле брать плохо Ну, не стоит Какие у вас могут быть косяки? Например, у вас может замок расходиться У вас может сильно панель уменьшаться на морозе То есть, там пластик такой Низкокачественный пластик Сайдинг это же пластмасса И пластмасса бывает разная То есть, которая с пластификаторами Еще с чем-то А есть просто, блин Вот, принимают люди там бутылки Пластик Перемалывают это в гранулы И варят с этого вам сайдинг Дешевые Максимально дешевые Максимально... Не знаю Ладно, не буду ругаться Короче, не покупайте дешевый сайдинг На этом не стоит экономить Внешний вид дома От этого очень сильно пострадает Еще хотел сказать про камин Значит, тут были разговоры Про безопасность пожарную А вот, скажу так Вот если... Вот видите, у нас стоит печка, да? Так, где мой палец? Значит, вот стоит на этих ножках Значит, вот эта деревяшка Ой, деревяшка Вот эта железяка Она, наверное, градусов Блин, я, конечно, руку ее чувствую Но если у нас решетка в доме Вот там 75 То это тоже где-то градусов Наверное, 75-80 Потому что я вот без проблем Ее, видите, трогаю и держу палец То есть не сильно она горячая Не 100 градусов Вот То вот эта вот Ножка Вот здесь уже Она реально, наверное, раза в три холоднее Вот, реально раза в три холоднее Вот, а здесь уже все Она уже, наверное, комнатной температуры То есть здесь никакой температуры нет То есть вот эта конструкция, она не горячая Тут мне говорили, что вот это все сейчас От камина наколеется Все здесь сразу прогорит Загорит и все И капец Нет, друзья, вот я рукой трогаю Она реально даже чувствует, что холодноватая Такая комнатной температуры Чуть выше поднимаешься Вот здесь она чуть-чуть теплая Вот здесь уже такая заметно горячая Ну, градусов 60-70 Вот я без проблем палец держу Вот, за сам Ай Вот эта штука горячая За нее лучше не трогать Слушайте, а вот эта штука, она холодная Вообще реально холодная Вот эта градусов, наверное, 70 Точно такая же, как ножка А вот эта штука холодная Вот, не знаю, насколько вам вот это все, что я сказал Как-то пригодится В общем, я для себя делаю такое заключение Что вот эти ножки, они пожаробезопасные Вот, ничего страшного не случится И не надо там лишнее железо Или какие-то вещи подкладывать Чтобы там через эти ножки может дом загореться Вот, верх горячий Верх горячий Боковины холодные Вот Вот такая тема Такая информация вам о камине Так, друзья Я просто не знаю, как вам про тепловизионное обследование рассказать Все дело в том, что у меня есть только фотографии косяков А косяки, которые показал тепловизор Они касаются только окон Вот Я выложу отчет Вот PDF-овский отчет Который прислала компания Специалист, который делал тепловизионное обследование этого дома И Там только косяки с окнами То есть вот пена где-то не допенила Где-то есть дырочка И Там идет холод Вот Но Когда этот человек здесь с тепловизором ходил Вот Я его просил Вот показать Вот эту штуку мне Да Вот Вот эту штуку Просил его показать мне Он мне показал И самое главное Самое интересное Тут рядом владелец тоже стоял Показал стену И что самое интересное Так, сейчас я поудобнее поставлю камеру Вот Что самое интересное Значит у нас же здесь брус Идет Брус И вроде как многие кричали Что это мостик холода И оказалось Что Температура Стены Была 19 градусов В тот день 19 градусов А температура Вот здесь Вот этого места Причем вот здесь На шве Шов Вот здесь Вот в этом месте Была 17 градусов То есть перепад От этой температуры До вот этой 2 градуса всего И получается Что никакого мостика Холода нет Вот Отдельная история Была С саморезами Они еще наверное Где-то градуса На 2 Отличались На 1 На 2 Градуса Вот То есть саморезы Были холоднее Вот Они прям такими Точками были видны Но факт в том Что Температура Середины стены Температура Шва Отличается Всего В 2 Градуса Что не является Соответственно Мостиком холода Стена вся Соответственно У нас Теплая Когда С улицы Мы смотрели На стену На улице Температура Отличалась В 4 Градуса То есть Наружная стена Была Одной Температуры А шов Вот где У нас Стойки Стоят Была Другой Температуры Теплее То есть На 4 Градуса Отличалась Что Тоже Не является Показателем Того Что Это Мостик холода И оттуда Фигачит Тепло То есть Все Выглядело Таким Теплым Единым Ковром Так что Друзья Как бы Я это Увидел Я за Эти слова Отвечаю То что Я говорю Сипдом Тепловизор Показал Что Сипдом Его Вот эта Каркасная Структура Она Не Нет В нем В ней Мостиков Холода То есть Стена Теплая Стена Термос Я порылся У себя В записях Я думал Что я их Стер У меня Остались Записи С того Вечера Вот Друзья Замер Тепловизора С экрана Тепловизора Информация Видите Температура Стены 9 9 градусов Саморезы 6 градусов Скочит Саморезы 6 А шов Где доска У нас За саморезами 8 7 9 1 градус Всего Отличается От стены А вот Друзья Съемки С окна Вот так Выглядит Окно Через Тепловизор И видите Температура Стекла 4 градуса А температура Вот Там Где холод Идет Минус 10 Это Дефект Именно В Монтажной Пене Друзья Запись Тепловизора Решетки Вентиляционные Решетки Которые У нас В стене Вот Видите У нас Температура 75 градусов Не 200 Не 160 А 75 Ну Что Очень Хорошо Что У меня Эти Записи Остались Я Вам В общем Со стенами Дефектов Нет Есть Дефекты Только С монтажной Пеной Вот Нужно Будет Там Расковырять Пену И допенить То есть Убрать Эти места Все Друзья Я не Побегу На мороз Что То Мне Не Хочется Морозиться Говорить Вам Финальное Слово На Фоне Дома На Сегодня Все Я Сюда Приеду Когда Ребята Будут Заканчивать Сайдинг Потому Что Ну В принципе Здесь Снимать Больше Нечего Они Потихонечку Помаленечку При Минус Двадцати Градусах Будут Делать Сайдинг Потихоньку Обрешетку Будут Делать И монтировать Сайдинг Вот Я На Какой То Этап Приеду Чтобы Вам Показать Как Непосредственно Монтируется Сайдинг Все Поэтому На этом Объекте Я буду Может быть Где-нибудь Через Неделю Вот так Появлюсь Если Здесь Что-то Новое Будет Делаться Я Обязательно Сюда Приеду Все Друзья Если Есть Какие-то Вопросы Задавайте С вами Был Андрей Лошкарек Пока Продолжение следует